Актюбинцы Универсальный игрок Шабалин, как выяснилось, привлек внимание тренерского штаба нашей команды еще в конце прошлого сезона. Не дожидаясь завершения чемпионата, Павел получил официальное предложение. Были и другие варианты, но я выбрал именно этот, потому что мне очень симпатизирует игра Актюбе. Почти в то же время, практически сразу по завершению чемпионата, аналогичное предложение получил и Валерий Коробкин. Ну, возник как-то не спонтанно получилось, просто позвонил мой агент, сказал, что есть предложение от Актюбе, и как ты смотришь на это, и не хотел бы ты перейти. Я как бы долго не раздумывал, сразу сказал, что если есть вариант, то можно, и я не против. Шабалин – воспитанник аксузского футбола и на профессиональном уровне играл только в одной команде – Павлодарском Иртыше. И, надо сказать, успел стать любимцем Павлодарской публики. Но, как считает сам Павел, пришло время сделать шаг вперед. Не знаю, это, наверное, выход на новую планку какую-то. Семь лет, проведенные в Иртыше, тоже очень много было интересного. И вот сейчас, это, наверное, выход на новый уровень. Как бы хочется поиграть на более высоком уровне. Уже бывший игрок Астаны Валерий Коробкин также высокого мнения о своем новом клубе и готов попробовать свои силы на новом уровне. Ну, на мой взгляд, я думаю, это существенный шаг вперед. Это чемпион этого года, прошлого года. Как бы команда играет в комбинационный футбол, зрелищный футбол. И для меня это шаг вперед в том, чтобы прибавить в мастерстве в своем коне, совершенствоваться дальше. Потому что влиться в коллектив сейчас и подстроиться под игру команды, для меня, я думаю, это шаг вперед. Несмотря на острое соперничество на поле, зачастую футболисты довольно часто и вполне дружелюбно общаются вне пределов зеленого четырехугольника. Поэтому, как правило, придя в новую команду, в чемпионате Казахстана проблем с адаптацией не бывает. Ну, наверное, очень легко. Не знаю, такая атмосфера в команде, на тренировках, в быту, что никакого напряга не было с самого начала, с первого дня, наверное. Ну, во-первых, я знал много человека, много футболистов здесь по сборной и вообще по прошлом. Там где-то чемпионаты мы где-то пересекались, там в России, здесь, в Казахстане. И особых проблем не составило сейчас, я думаю, у меня какой-то такой адаптации не было, что много новых людей, я многих знал, поэтому все это было намного легче, чем обычно происходит, когда ты приходишь в новую команду, когда не знаешь никого. Ну, наверное, все-таки с краю. Без разницы, что слева, что справа, наверное, и с краю. Но если надо будет, сыграю и в нападении, и в середине. Невардарская позиция. Там еще не пробовал. По игре могу сыграть центрального защитника и опорного, нижнего опорного, центрального. Как бы я чувствую себя комфортнее в центре полузащиты. Из первых двух новичков в октябре Валерий кажется более серьезным, а Павел более веселым. Возможно, поэтому их отношения к матчам против теперь уже своих бывших команд вызывают разные эмоции. Не знаю. Особого настроя нет. Наша футбольная жизнь, мы всегда переходим. Футболисты часто переходят из команды в команду, но никакого особого настроя, чтобы я там с каким-то чувством угорчения уходил с команды, что я там злюсь. Такого нет. Это будет обычный матч, который мы должны выиграть и все. Новый сезон не за горами. Болельщики всех команд изрядно соскучились по футболу. Но, пожалуй, октябрьские любители футбола ждут нового сезона с особенным волнением. Ведь перед командой поставлены высокие задачи, и их надо решать. Тем более, что все условия для этого руководством области клуба сделаны. Есть мнение по поводу слагаемых успехов Валерия Коробкина. Думаю, во-первых, это за счет самоотдачи каждого футболиста. Каждый должен понимать, что в клубе стоят серьезные задачи и должны выполнять их, настраиваться на каждый матч и готовиться серьезно к каждому сопернику. Кстати, о болельщиках. И Павел, и Валерий не понаслышке знают о том, что такое трибуна центрального стадиона Тюбек. До этого года оба были, как говорится, по ту сторону баррикад. И если раньше ребятам приходилось преодолевать психологическое давление Октюбинской торсиды, то теперь у футболистов есть все шансы почувствовать заряд положительных эмоций, которым снабжает свою команду наш 12-й игрок. Ну, не знаю, наверное, болельщики в Октюбинске, да, наверное, самые такие, можно сказать, которые самогорячо поддерживают свою команду. Болельщики в каждой команде, они по-своему хороши. Ну, вот в Октюбе, что такая вот атмосфера на стадионе всегда творится, это просто, ну, в радость там играть. А пожелаю я, наверное, ну, чтоб на терпение, что все приходит, чтобы, ну, и в трудные моменты, и в радостные всегда оставались команды, поддерживали. Когда у кого-то что-то не получается, чтоб не было такого, чтоб человека как бы списывали. Ну, о болельщиках хочу сказать, что они оставили самое теплое впечатление, самое приятное. Просто приезжать и играть в Октюбинске было настолько приятно, что собиралось всегда много людей, полный стадион, был антураж матча, всегда приятно играть, когда на трибунах много болельщиков. По сравнению с матчами с домашними у нас было, ну, считаем, играли при пустых трибунах практически, не говоря там, конечно, спасибо тем болельщикам, которые приходили, конечно, на домашний матч. Ну, в Октюбинске это был особенный какой-то выезд, где было очень приятно играть. Всегда были и по накалу матч, и о болельщикам, конечно, спасибо за то, что они так относятся к команде, и это очень приятно, и я думаю, каждый футболист никогда плохого не скажет о тех людях, которые приходят на стадион. Но футбольный сезон еще впереди. Между тренировками и сборами есть время, чтобы уделить внимание и своему хобби, хотя у некоторых футбол и профессия, и увлечение. Да нет, наверное, футбол единственная страсть, которая прямо вот с самого детства, и она, наверное, будет до конца жизни со мной. Помимо футбола я люблю рыбалку, ну, как-то редко сейчас получается выезжать, просто нет и времени, и возможности где-то. А так, ну, я в основном люблю путешествовать и люблю рыбалку, то, что так. Что ж, состав октября, новый футбольный год сформирован. Футболисты ждут начало сезона с не меньшим терпением, чем болельщики. Есть еще время поработать на тренировках и в контрольных матчах на сборах, оттачивая и повышая свое мастерство и взаимодействие с партнерами по команде, доказывать свою состоятельность тренерскому штабу и завоевывать сердца октябрьских инчес с самых первых матчей грядущего сезона. Ну, а пока мы говорим Павлу Шабалину и Валерию Коробкину. Добро пожаловать в команду, ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова